Здесь был город сад, а будут бульдозеры. Жители первого в стране рабочего поселка переживают, что их жилплощадь сравняют с землей. На спокойной, самой ближней к центру окраине, на улице Ткачей, было 10 домов, рассчитанных на две семьи каждый. Дома большие, со всеми удобствами. У каждого собственника земельный участок на 10 соток. Здесь выросло четыре поколения жильцов. Пока эта территория не заинтересовала представителей администрации. Дома отнесли к ветхому фонду. Есть на сайте администрации управление архитектурой и градостроительством проект по перезастройке улиц. Мы занимаем на данной улице собственников мало, а площади большие. Только из-за этого. Представители администрации, рассказывают, жители подбираются постепенно. Сначала в 2008 году изменили цветовую гамму застройки в генплане, с желтой индивидуальная застройка на розовую, малоэтажное строительство. В октябре 2013 года традиционно, никого не позвав на общественные слушания, приняли решение сделать землю на улице Ткачей красного цвета, пригодной для многоэтажек. Два дома, что были в муниципальной собственности, уже сравнялись с землей. Здесь есть коммуникации, здесь практически центр города. Здесь очень удобно строить многоэтажные дома, поэтому и перекрасили. Обычно жители инертны, пока у них под окнами не начнут что-то строить. А эти вот сами собрались, сами вышли и начали предупреждать этот процесс. Инертными этих жителей не назовешь. Они устроили бунт заранее. Им еще не объявили приговор, они уже готовы биться за свои дома. Собственники не хотят менять тенистую улицу Ткачей на современные хрупкие многоэтажки. Дома здесь построены в период с 1924 по 1928 годы. Им 90 лет, но жители уверены, они прослужат еще столько же. Экспертиза проводилась по домам, которые пытались подвести под ветхое состояние. И были составлены акты по признанию их ветхими. И жители, естественно, в судебном порядке стали отстаивать свои права, вызывали независимую экспертизу. И дома признали не ветхими. Елена – коренная жительница улицы и архитектор по образованию. По ее мнению, покушаться на эти дома равносильно совершению преступления против культуры. Он построен по единому генеральному плану. Генеральный план был выполнен великими архитекторами, мастерами, братьями Весниными – Александром Иваницким, Виктором Кокориным. Это был образцовый проект, первый рабочий поселок в России. Технологии, которые здесь применялись, были использованы впервые в мире. Такого в мире больше нигде нет. Это историческое наследие. И при правильном, грамотном подходе это может быть брендом города. Елена предлагает биться за дома вместе с Департаментом культуры. Сделать все возможное, чтобы улицы дали статус достопримечательного места. Тогда жители будут в безопасности, а горожане и гости города смогут посетить этот музей под открытым небом и узнать об истории уникального рабочего поселка. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.